В этом году в Октябрьском районе Самары открыли новую школу на пятой просеке. Сейчас достраивают и второй корпус. Однако район настолько густонаселенный, что проблемы с нехваткой мест в школах остаются. В приемную депутата Государственной Думы Александра Хинштейна поступило сразу два коллективных обращения, собравшие свыше 200 подписей от жителей ЖК «Сокол». В границах улиц Революционной, Карла Маркса и Метерева. Сейчас рядом с домами достраивается новая школа. Казалось бы, вопрос с распределением детей можно было бы решить. Но здание выкупил лицей, стоимость обучения в котором составляет 25 тысяч рублей в месяц. Это не посильная ноша для многих родителей. Жители просят парламентария о содействии в передаче учебного заведения в муниципальную собственность, чтобы дети получили возможность учиться бесплатно. Мы будем прорабатывать с городом и с областью возможность выкупать школы в муниципальную собственность. Я обсужу эту ситуацию и с застройщиком, который ее строил, но понимаю прекрасно чувство людей и их желание иметь школу максимально близко от дома. На третьей просеке в том же Октябрьском районе Самары под угрозу уничтожения могут оказаться деревья из-за строительства высотных зданий. Но после всех инициированных проверок нарушений закона не выявили. Однако, учитывая напряжение между жителями и застройщиком, вопрос требует детальной проработки и дополнительных рабочих встреч. Они получили в Министерстве строительства разрешение на строительство и это вызывает недовольство ряда жителей тех домов, которые фактически существуют. Поэтому для того, чтобы понять, на каких позициях мы находимся, чего хотят жители, чего хотят застройщики, где возможны компромиссы между их позициями, мы планируем встретиться. Еще одно коллективное обращение в адрес депутата поступило от жителей, которые выступают против строительства многоэтажного жилого комплекса в границах улиц Полевой, Молодогвардейской, Первомайской и Новосадовой с парковкой на 250 мест. Масштабная застройка повредит фундаменты соседних домов, считают жители. Они и просят помочь остановить строительство здания. Александр Хинштейн обещал поспособствовать тому, чтобы провели проверку на всех уровнях. Мэри Илчан, Василий Кладошов, События.